Гипнотерапия занимается этими вещами, то есть по техникам гипноза, гипнотический оргазм, но я не хочу сказать ничего плохого, но я как бы нормальный здоровый мужчина, я как бы не понимаю. Есть техника, наверное, гипнотического гипноза использовать, чтобы влиять эффективно. Но для чего гипнотический оргазм? Вот для чего? Относительно, например, вот когда развивает человека способность медитации, да, и когда я еще учился в институте физкультуры, тоже рассматривали они определенные способности медитации, да, и очень, были результаты очень интересные, да, и как раз потому, что мысленный сюжет вызывает определенный узор в карьере. И мы знаем тантрический секс, да, тантрический секс посредством определенного сюжета, да, ну там и в парах идет работа, да, вообще какая-то визуализация, какие-то небольшие прикосновения, а в дальнейшем без пары индивидуальный человек, как бы, без стимуляции, да, половых органов, не то, что, как бы, это физический анализм, но это получается ментальный анализм, то есть без стимуляции органов, он как бы мысленно создает определенный сюжет и доходит до оргазма, да, и этот процесс, он прост, да, то есть, но он подтолкнул как раз вот в институте физкультуры, а тогда еще не было такого вида спорта бодибилдингом, он потом стал видом спорта, потом было, стало классификацией, сейчас мастера спорта по бодибилдингу, тогда как атлетическая гимнастика, ну еще это называют, да, культуристы, но культуристов называли, которые, как бы, локально, вот они только бицепсы накачивали, да, то есть атлетическая гимнастика, да, они все делают. И вот на базе вот этой атлетической гимнастики, то, что были определенные упражнения, которые способствуют развитию роста мышечной ткани, решили провести эксперимент, и эксперимент полностью дал эффект на 100%. Эксперимент был такой. Атлеты, которые занимают качание мышц, да, то есть, и вот при определенной методике, определенном весе, там, гантелей, например, у человека, например, до предела, гантелей, например, 10 килограммов, и вот предельно он делает 15, да, то есть, 16 уже не пойдет, он останавливается. Вот, остановился, определенная пауза, сам массаж, да, то есть, немножко отдохнул, 2-3 минуты, третий подход, ой, второй подход, да, то есть, опять он сделал 15, сам массаж, да, то есть, и на другие группы мышцы, да, то есть, при такой подготовке идет рост мышцы, увеличивается бицепса на 2 сантиметра в течение месяца. Медитационная практика, повлияет ли она на рост мышцы, да, то есть, ментально повлияло физически, человек нашел до оргазма, то есть, была эякуляция, сможет это в физическом плане развитие иметь место. Сначала делилось ли как? Спортсмен встает на помост, мысленно представляет, что у него здесь гантели, да, и вот делает вообще 15 сгибаний по 5 метров, раз, два, три, ну, соблюдай дыхание, значит, раз, два, вот в дыхании этот, или там со штангой, раз, два, он представляет, да, садится, делает самомассаж, потом опять выходит на помост, на следующий день он выходит на помост, он руками не, руки не сгибает, он представляет, он сгибает, что он сгибает руки со штангой, соблюдай теоретика дыхательной рептой, раз, два, то есть представляет, что он это делает, три, он представляет, на следующий день он не выходит на помост и не соблюдает дыхательный ритм, он сидит в зале и представляет, что он выходит на помост, берет штангу, делает вдох, делает сгибание руки, разгибая, делает выдох, делает выдох, он представляет мысленно всю эту работу. Такое же количество подходов, которые требуются для роста мышцы на 20 минут, в течение месяца. То есть посредством мысленной работы, посредством медитации, он выполняет все эти тренировки, через месяц его мышца увеличивается на 2 сантиметра. То есть насколько самогипноз в медитации, ну, это используется с людьми, которые вот, ну, хорошо ощущают свое тело, хорошо могут представить и физически, как бы, воспроизвести. Но в основном, те люди, которые занимаются, практически из 100% спортсменов, которые физически, да, они все помнят эти телодвижения. То есть у одного из 100 может не получиться, практически у всех получается. То есть и в большом количестве случаев достигли результата роста мышечной ткани. Да, то есть достигли, добились, потом, в то время, когда я учился, запрещена была вот эти внутренние стили, вообще единоборство. На один момент они выплыли, потом в 83-м году закрыли уголовно наказуемые, кто кассеты давал, то есть уголовно наказуемые сроки давали, уголовно наказуемые, да, и все эти виды. Потом, когда пришла информация, когда разрешено, да, все, в йоге давным-давно написано, что йог, там, развивать объем легких, то есть ему не надо, как говорится, самый у нас большой объем легкий у грибцов, потом идут ловцы, ему не надо ни грибсти, ни плавать, он может, сидя на стульчике, да, медитировать и не дышать вот так, да, то есть медитировать и увеличивать объем легких, влиять на свою пульсацию, да, то есть увеличивать или уменьшать пульс и стабилизировать пульсацию, снижать как можно количество сердцебиений, то есть тем самым продлевая свой жизненный цикл, да, то есть это значит, что эти техники уявили, когда существовать там и прочее, да, то есть, ну, просто переращивание мышечной ткани, это как бы, ну, пользы от этого нету, да, то есть это, ну, как бы это вот просто так. У нас есть много видов спорта, которые, как говорится, от них пользы нету только для здоровья, и подход сейчас к развитию физической способности, вот именно такой, сейчас уже практически никто без химии не тренируется и никто без химии не восстанавливается, поэтому здесь, ну, полезно это или вредно, надо это или не надо, поэтому посредством мысли, да, вот, я, ну, отвечаю, все-таки на тот вопрос, то есть, ну, можно добиться всего, то есть, гипнотический оргазм, когда вот, пожалуйста, это, ну, тантра есть, да, то есть это само, да, то есть, ну, воздействовать, внушить человеку, ну, конечно, мы можем внушить, и у меня было вот с юмором, да, то есть, было так, когда вот мини-группа, там, 4-6 человек, занимается ее, ввести человека в гипноз, и провести, я говорю, напишите, сюжет, ну, то есть, ну, днями занимаюсь, не так, но у нас интенсивный курс, да, то есть, количество времени тоже, но у нас интенсив, это очень тяжело, и сюжетный тест, и один дядька был у том всех, заколебался в имя вопросами, да, то есть, и правильно проводит на нем тест, да, то есть, и вот он ему, как будто он селедочку с картошечкой покушал, а потом молоком, а он им ничего жаждал, то есть, ничего нет, он открывает холодильник, берет молокодус, и он вызвал у него расстройство желудка. Одна девушка, ну, такая юморная, то есть, и вот парня, она погрузила в гипноз, то есть, и то, что вот он лежит на пляже, и здесь проходит девушка, и вот в таких там трусиках и крути, и вот тактильно, да, то есть, они познакомились, и вот она там положила ему руку там, что-то, да, что как бы, и вызвало у него состояние сексуального возбуждения, да, то есть, и когда она там, ну, как бы, корректно там провела медитацию, и он говорит, ты зачем это сделал, то есть, и он просто возбудился. Практически, ну, посредством душения можно, создав сюжет, ну, довести человека, создать сюжет, что он занимается там, сексом там и прочее, да, то есть, дооргазм. Но, ну, это как бы, как демонстрация возможностей гипноза, ну, а так, к чему там, да, ну, как бы, ну, гипнотический секс, ну, понятно, можно создать сюжет и прочее, да, то есть, например, зачем мне гипнотический секс, как-то я люблю секс, ну, реальный, настоящий, да.